Сегодня у нас 6 октября 2018 года. Чем занимаетесь, Игорь Ильич? На черенки? Позор смываю. И че это позор? Бой позор. Ты помнишь, мы тут летом помогали Любе Минаевой? И заехал Ереме на тракторе, и мы все нагрузили. Да, помню. А у Сергея Пупкова вилы, черенок отломился пополам. Ну, вилки нет, они вилы зачем? В общем, почти не нужны. Но вилы-то оказались наши. Я взял и говорю, ну я вам сейчас их сделаю. Ну, побежать-то побежал, прибежал сюда, вот где я сейчас нахожусь. Сунулся, ничего нету. Сейчас видишь сколько? Ты посмотри. И там около 80. Я не могу по сегодняшний день это... Как так? Почему у нас не было-то? Я обычно всегда это делаю. Это клен. Твердое дерево. Находишь, но она не прямая, не как сосна. Видишь, какая тут маленькая. Ну, если так вот взять, вот этот лопатый черешок вполне подходящий. Ну, тут это прострогать. А то, что в магазине-то продаются, они... Ну, вот как... Там это накрутить прямая. У них волокна выходят так. И она вот так вот ломается. А это никак. Если отломится, то целиком. Вот. Я знаю, что там уже у вас работа идет. Ждут. А у меня еще ничего нету. Я сунулся вдаль, а вот тут... Никогда так не было. Никто не видит, как я заволновался. Я сказал, я сейчас... А еще сейчас-то ничего нету. А для меня это уже ущерб. Я не знал это, что так. Я гляжу, стоит лопата. Товковая. Она как-то не очень загнута так. Я быстренько выдернул гвоздь щитцами. Скорее выдернул ее. Ну, посмотрел там... Я не знаю, запилил ее или нет маленько. Она длинная оказалась. Как раз для вьюг. Два раз. Уже в руках моих и дальше легче пошло. Я ее насадил. Мне показалось, что я быстро вернулся. Никто ничего не знает. Как только мы сено-то отвезли, я вернулся. Вот это да. Я делал всегда... Если я какое-то дело делаю, все делаю с избытком. Сегодня у меня сколько их... Вот сейчас во сливании я столько наскоблел. Я позвал тут Лешу. Одно дело надо было обсудить. Он рыбачит. Ну и принес караси. А недалеко у тебя? Дома. Там покажешь потом. Сеть один. Лодка металлическая. Там алюминиевая. Легко. Ну не то что это. Широкая наша. Резиновая. И я утром пошел. И Ангелине говорю. Леша где? Да мы на молитве. А на молитве. Потом передашь ему. Я беспокоюсь. Сейчас ложиться спать. Он перед глазами стоит. Почему? Там в Новосибирске Вова Долгов. А у него мать Анна Демидовна. Так вот ее отец это Демид. Они к нему приехали. А она сама рассказывала. А его нету. А тут рядом они пошли. Лодка. А где лодка? На другом месте. Они за сеть. Сеть то стоит. А он в сети сам. Видимо рыба дернула. Или как. Ногой сцепился. Ну еще. Уже лет то наверное было не 20. Ей то уже было около 40. И он стоит воды. Говорит вот сколько вот выше только. Он на дне стоит. И сеть не дала ему упасть. Он так и стоит. Я это представил. Что это Алеша Устинов. Я говорю. Ангелина скажи ему. Чтобы один не ходил. Не двое в лодке. А на берегу был кто то. Чтобы засеять там. Подтянуть его. Или как. Ну ему сказали. И он сегодня рыбу получил. Сойка. Кого мы там благословляли. Не знаю кто. Я ему сразу предложил. Это все попутно говорю. Я подвел его. Говорю. Тебе черенки нужны? А эти черенки куда идут? На лопаты. На вилы. Потоньше на грабли. Так у меня тоненькие совсем даже. Я не знаю. Выбрал он или не выбрал. Это для меня. Я назвал позором. Вот сейчас. Там сколько было? Там я не знаю. Наверное 80 будет. Но они там разные. Иные пойдут на тычки. Малины когда. Вот. Иные. Где-то что-то. Потому что это клен. Вот я как начинаю сейчас его. Сегодня я прошел вот здесь. Поискал. Ну. Вот она. Вполне даже выглядит. Она. Вот так вот отпилит. Вполне пригодно. Это же не сосна. Я начинаю вот так ставлю. А она сегодня взяла ее. И сегодня я ее раскапливаю. Ветки срубил топором. Вот она. Вот она. Где-то сколько лежит. Вот они. Видишь. Макушку спилил. Отнес. На костер она будет. А это я сейчас. Все осталось. Это. Раз. Два. Три. Четыре. Вот с этой. Вот это пять. Я вот с этого конца начинаю. Чтоб держать было удобно. Видишь. Как быстро. То есть Сергей был. Так он я не знаю. Одну сделает. Я говорю. Не надо. Я сам сделаю. Я в течение дня. Это там штук восемьдесят. Наверное. Оскоблил. Почему? Радостно. И теперь. Я не просто это делаю. А. Позор смывай. Как это. У меня вдруг не оказалось. У меня всегда запас был. Куда не делись. Я даже не знаю. Чтоб совсем не было. Такого не было. То есть они были. Я сейчас решил. В разных местах. На улярку. Здесь. У тебя. Везде. Пойдем сейчас обедать. А теперь вот. Этот край зачал. Теперь смотри. Как она идет быстро. Вот у меня такой нож. Как мащете. Я как-то ходил. Добивался. Чтоб бумаги дали. Отходы. В этом. В этом. В Борновольском издательстве. Алтайская правда. Ну а потом у них там. Какая-то это. Началась операция. Там. Зарвали у Москвы Нордос. Кажется. Что такое. И тоже. Антитеррористическое. И кто ходил. Запретили всем. Ну и меня вымели оттуда. А я-то развил какую деятельность. Бумагу брал. Сам переплетчик. А у них бумаги. В отход идет много. Пока начнется. Ну и рулончики разные. Я их перегибал. Какие надо. Толстые. Как журнал Огонек. Прошивал. Потом у меня обрезка. Я их обрезал. И нес в инститеты. В техникум. Я не знаю. Куда только они нес. Даже в прокуратуру. Бумаги нигде не было. Это самая эпоха Великого Хапка была. В школу. Ко мне приезжали отовсюду. За бумагой. Я на занятия. Когда ходил в университете. Так. Студенты там. Тащили. Рюкзаками. Записывать удобно. Они еще не начали писать. Были уроки. В армию брали. Ремня нету. Папа. Свой ремень пришли мне. Бляхи нету. Ну вот. Эмблема которая. Вот сейчас вот я при тебе это делаю. Тогда ничего нигде не было. А я носил эту бумагу. Даже сюда привез сколько-то тонн. Тон. Решила тонна. И бумага которая газеты не реализована. Я договорился. Роспечать. И там лидер какой-то. Киоски. Киоски. Они говорят. Ну мы не знаем. Их возвращать надо. А кто начальство? Я узнавал. Шел. И добивался. Меня уже знали все. Что я этим делом занимаюсь-то. А директор говорит. Грохотов Владимир Георгиевич. Хороший мужик. Он говорит. Ничего не могу. Прокопьев инженер. Тоже говорит. Ну всех выгнали. И поэтому вам отказали сейчас. Из-за. Видите обстановка какая. Ну я говорю. А если. Ну ходатайство. Какое ходатайство? Ну какое-нибудь. Ну. Не знаю. Не знаю. Ну я говорю. Вы что сидите-то. Не знаю. Не знаю. Только штаны протираете. А он знакомый нашему. Кажется Севастьяна. Где-то живет рядом. И говорит. Вчера этот-то. Спокойный мужик-то меня. Так. На меня напустился. Говорит. Штаны протираешь. Директор-то. Я пошел. Совет директоров. Совет ректоров. Законодательное собрание. Председатель. Губернатор. Там. Мэр города. Прокуратура. Края. Там еще. Милиция. Управление милицией. Перед этим. Грохотом. Владимир Георгиевич. Ходотайством. Чтобы Лапкина допустили. Мы получаем. А на него-то идут. Он жизнь уже на пенсии. Он никогда этого не видал. Он говорит. Что это такое-то? Мне говорит. Ужас. Иди. Бери. Там только что прекратили. Он побоялся. Что его что-то там снимут. Или что. Я набрал. Оттуда привозил. Только однажды. На лагерь. Отправил. Четыре с половиной тонны. Это все переносил. Я как-то посчитал. У тебя из дома. И туда. Из дома. Туда. Сколько? 3400 километров прошел. С рюкзаками. Понимаете? Когда много. Это здорово. Любое дело. Чтобы не начинал. Чтобы при избытке было. И вот эти вот. Газеты новые. И здания. Я их там в тюрьмы. Такие места. Все бесплатно. И вот так это самое делал. И что тут осталось? Пойдем. Раз, два, три, четыре. Четыре осталось. Я вернусь сюда. Положу. Вот. Это мой позор. Что у меня не оказалось. А вот смотри сколько черепков. Вот там пойдем. Сейчас там посмотрим. Примерно будет где видно. Все у меня. С чем я занимаюсь сегодня. Везде там пролез. Напилил. Принес. Макушки. Вон. Видел куда? Нет. Вон смотри сколько она так встал. А то я их туда макушки отпилил. Вон дальше. Это. Они посохнут. И на костер пойдут. В деревне то. В деревне то. Что? Сейчас у тебя идет машина. Я стоп. Сел в нее. Съездил в машину. Вывалили зерно. Я сел. Поехал к комбайну. Пылища какая. Все заснял. Пожалуйста. Люди увидят. Как хлеб достается. Как непросто. А просто так сидеть. Так с избытком. С избытком. Я там все рассказывал. Как в детстве был Андриашин лох. Как отец копал колодчик. А колодчик. Ну только. 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 Только щелку пролезть. И отец туда опускался. Чашкой выгребал. Потом бы так как-то выползал оттуда. А только сапоги одни были. Вертикально вниз. Такой узенький колодчик то. С чашкой. Нам чашку давал. Мы вываливали. Он опять нырял туда. Вниз головой. Как он вылазил я не знаю. По сегодняшний день. Он там видимо у него финка была с собой. Он подрезал. И там родник открыл. Вот как. Я это все запомнил. Все что есть должно быть с избытком. И когда навалились. Тогда на меня эти. Ну. ГТРК. КПРФ. Там все. Лавриненко. Вы детей заставляете работать. А как не работать. Нам государство не дало ни рубля. Но тогда меньше еще. 45 лет не было. Там 30 лет примерно. Уже лагерь был. Ни рубля. Мы приезжаем. Дети. Чтоб так работали. Чтоб можно было прокормить правительство. Всех причиндалов. И их гаремы. И чтоб нам оставалось. И что остается. Я говорю остается. Мы с избытком все делаем. Он до того подявился. Так и здесь. Вот смотри. Это дрова. Это мы же. Вручную. Одна поленица. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девять полениц. А там еще идут вон сложенные в виде пирамиды. Вон где. Девятая. Десятая. Вон даже где началась. То есть. Если обратиться. Раньше. Я даже предлагал. Любимина. Она говорит. У меня есть. В лагере мы работали. С бортами. Нарощенными. Ну. Взрослых много было. 14 машин. Кажется. Машины 2-3 в школу. Учителям всем. Ну. Всех обеспечили. И которые у бабушки тут были. Ну. 14 машин. С избытком всегда надо делать. Поэтому все. В мире Бог делает с избытком. У щуки допустим. Она выметывает сразу. 11 тысяч что ли икринок. Сразу. У человека так там вообще 250 миллионов. Все. Уходим. Я беру велосипед.